сегодня утром началось с этого аппаратика спина болит после переезда что натаскались натаскались хорошо то что он без этого без розетки работает где хочешь можно включить это удобно там сидишь листать читает так можно от розетки включать в машине хорошо когда ты едешь что может тоже включать но без боли прям очень хорошо витофон привет привет на и хорошее сегодня началось только утром у меня просто дико болит поясница болит спина и вплоть до того что я лежу и мне аж больно дышать я вам этого бегом при эту волшебную вещь вот после первого поменья 20 минут на нем на лежать но легче становится вот сто процентов легче становится раз прошла процедуру и чтобы камеру включить пошла за расческой думаю на хоть чуть-чуть расчесаться чтобы вас не пугать своей хула худостью сейчас покажу девочка наш поиграла короче вы хоть кто-то сидит уже в клетке и 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 я Рома налил мне кисель. В ленте берем кисель. А себе он заварил кофе. Сеточка, знаете, так ставится. Настоящий кофе зерновой. Мелочь. С одной игрушкой. Девчули. Другой сидит, играет. Сидят, играют с этими фломастерами. Он такой крутой. Я буду рисовать теперь человека. Что-нибудь классное нет в фломастере? Да. Так что обратите внимание, девчонки, по 99 рублей. Такие широкие. Хорошо рисуют. Ну, может, пока хорошо рисуют. Ну, нравится девчулю. Даже на вечер взять. Я сейчас нарисую человеческое тело. Человеческое тело нарисуешь? Да. А есть нечеловеческое тело? Вечесное человеческое тело. Ты же сказал, что ты человека нарисуешь. Да. Да. Я сейчас такое нарисую. Прямо на сидят. Да? Да. Аккуратненько. Прямо на дождь и все равно дорисовать. Приехали мы до Настены. Мы сейчас здесь хотим с братом пофоткаться. с сестрой. Ну, как бы, такие на память фотографии. Чтобы были потом. Ты мой телефон возьми, пожалуйста. Я взял. Взял? Я вышла. Телефон забыла. Все. Пошлите. Давай. Ты бы этикетку хоть в своей сумке снял, кто так нелепо смотрится. Она, да, в чем-то слезает. Она вот эта... А, она серьезная? Смотри, какая красота. Правда, красиво, да? Свисают так здесь во дворе. А мы тогда приезжали, помните, осенью. Показывали это дерево. Такое были красные, а не красные. Это рябинушка. Как это все-таки красиво, правда? Она высокая-высокая какая. Даже не видать. У нас низкие рябинушки. А здесь вон напятали. Что это же? Высокая-высокая рябинка. Вон, рамулька бежит. Сумка же новая у него. С этикеткой. Я говорю, что этикетку не берешь? Он говорит, что ее срезана там. Что-то больно прочная эта нитка, на которой висит. Вот такие дела. Тебе надо бы хоть бумажки просто оторвать, сами бумажки. Понял? Хотя бы хоть это не так нелепо смотреть. Хоть непонятно, что это за нитка. Потом у них... Оторвал. Ну вот, видишь. Они уже там, наверное, да? Ты не созванивался? Ну, конечно, там, наверное. Там уже? Машина стоит, пустая. Угу. Ну, она оставляет. Ой, машину обтервай. Кошера взяли, Амиду. У Насти трое кошек. Короче, всех кошек это... А, четыре у нее кошки. Четыре кошки. Она же получается. У нее один сын от нашей Геры. А здесь, кстати, даже ни разу не показала. Мне классно видео надо показать сына Гер. Гера, Амиду, он так похож на Геру. Такой, он как разляжется. Она его там любит. Любеобильный. По-моему, у нее две кошки из приюта. Ей жалко стало, она забрала. Еще одна. Просто, по-моему, они это подобрали. Ну, в общем, у нее три такие... Она взрослыми приютила. И вот этот маленький мы тогда и привезли, когда у Геры были. Ну, это сколько лет назад было? Года три, не больше, три с половиной. Четыре, наверное, было даже. Мы тогда куда поехали-ка? По-моему, на Василию. Ну, Даня была еще ляльчикой. Считай. Четыре года, значит. Ой, держи быстрая дверь. Зачем ты? А, ты это имеешь в виду? Да, чтобы они знали, что мы пришли. Так иди. Там же. Да-да, вот здесь подъедет. Так хорошо, прохладненько. Это мы. Это мы пришли. А мне-то ты что дверь закрыл? Это маленький такой муж у меня. Муж, ты что вообще бы нагрел? Что такое? Что дверь не закрыл? А я боялся, что не через кошку побегут. Ну, ага. Давай, закрывай. Будешь наращивать, будешь вон бить мальчика. Снова наши дети. Мама, смотри. Да, круто, да, дочь? Да. Видишь, какая ты сильная у нас. Я не знаю. Ну, в машине. Катя, она же не делает, как ты сам занимается. Так, похожи, тетя Катя, как ты можешь? И она из-за головы, французский. Сейчас тут приехали. Чудо-чудо-чудо. Тоже палит у родственников. И достали. Мы пошли в машину, сходили, достали наш чудо-аппарат. Чудо-чудное. Да. Чудо-чудное, диво-дивное. Оставлю ссылочку на него. На скидку. Сейчас Рома все сделает, все поставит. Все, мы уже собираемся. Артем сам предложил Тане, чтобы помочь одеться. Обуться. Татьяна, давай пока телефон папе, а, чтобы ты не уронил ее. Давай папе телефон, Тань. Давай, давай, Тань. Вообще зависимость этих детей современных. Не плачь ты сразу. Она не спала в обед у нее, вон, все уже. На срочное домой спать ложить. Психует вот это вот. Значит так, телефон не даем, раз такое поведение. Все. Вставай. Быстро мы сейчас тебе расскажем. Где волки зимуют. Не знаю, заболеть хочет. Не на, я на руки Артем не поднимаю ничего тяжелого. Все, Тань, пойдем домой. Я тебе игрушку такую классную купила, большую, розовую. Ты не видел с короной. Пойдем, посмотришь, нравится она тебе или нет. Потому что она еще не чейная. А ты вот быстрее пойдешь. Аккуратненько, аккуратненько, Тань. Вдруг она тебе понравится. И ты ее себе заберешь, ладно? Вдруг она твоя любимая будет. Будешь потом спать с ней. Будет твоя подушечка. Новая. Да, вообще какие крутые. Там подушки купила еще, чтобы в машине спать. Тань. Да, сейчас покажу тебе. Так что пойдем с тобой побыстрее. Я первая. Да, да. Давай. Первая. Ой, мы тут так засиделись. Так заболтались. Ну, классно. Они сейчас... Брат Ромин, он в Белоярском живет. И они туда уезжают они с супругой. И вот особо и не пообщались. Так нам мало не приехали. Ну, здорово, что все состыковались. Это так. Крутенько. И вот, давайте они зимой приедут. Еще может получится нам встретиться. Может у них получится. Может у нас получится. Ну, посмотрим. Поэтому. Сейчас все такие. Ну, вот вам квартира. Ну, давайте быстрее переезжайте. Давайте быстрее переезжайте. Я говорю, да. Если было бы все так просто. Все упирается. Деньги. Нет, нет. Доченька. Дальше. Только не беги там машинская. Надо же с кухней. Для меня самая большая такая затрата. Это кухня. Мебель везти вообще не вариант. У нас не такая мебель. Мы ее, в первых, не покупали. И сейчас делают так, что смысла нет. Тут с одной квартиры в одном городе перевезешь на другую квартиру. То уже потом все разваливается, ломается. А тут в разные города. Так еще сейчас такая доставка стоит. Так дешевле тут будет купить. И нормально собрать. Поэтому потихоньку сейчас пока-пока это все обставится. Пока это все будет пригодно. Хоть как-то для жизни. Потому что мы, говорю, сюда вроде приехали ненадолго. И ты вроде думаешь, да ладно, сейчас как-то перебьемся. А ну не получается перебиться. То есть все равно настирать вещи. Все равно надо гладить. Все равно надо чай пить. Я не знаю. И вот эти по мелочи, по мелочи. А когда ты живешь, то столы надо уроки очень. Полка, куда складываются, чем-то надо. Ну и так далее и тому подобное. Короче, куча всего надо. Поэтому когда все будет, непонятно. Посмотрим. Дай бог все получится. Еще же ипотека. Еще платить 30 лет. Долго. Ну уже не 30, уже 29. Уже год отплатили. У Лидуси заболел живот. И мы приехали в аптеку. Это вот эта очередь на улице в аптеку. Как вам? Я такого еще не видела. Обалдеть. Видите? Вот на улице стоят люди. Я так понимаю, может там не запускают? А нет, запускают. Может по одному только запускают? Ой, что-то чеченьку так дверью пришибал. Все исправно стоят. Ну так вот. Так вот очередь видели. Что прибавляется? Прибавляется. Вот Амида, пока Рома там вышел, она вместо его заняла. Ну ко мне ты зачем? Амида, вот ко мне. Господи. Сюда ты зачем залезла? Любопытная моя собака. Приехали мы домой. У Лидуси заболел живот. Мы заезжали за ножкой. Это к слову к тому, что вот как я и говорила, вроде то-то, ну вроде там и не жить, да, а все равно ты поехал опять на одном аптечке, целый шкафчик, шкафчик, целый шкаф, блин, целый, как кухонный шкаф такой у нас, прям большой, занят всякими лекарствами. Заехали, взяли ножку ей и вот эта аптека на улице. Очередь я такого у нас не видела. Потом мы вам спрашивали, что там, а там оказывается через этот, через форточку подают и получается в тамбуре места мало и люди вот так стоят на улице. Артем остался там ночевать у Насти. Они с Тимофеем там сдружились, им весело. Ну и значит пока тут в аптеке стояли в очереди, стоим такие, они сказали, говорят, мы сейчас дождемся, когда вы уедете и пойдем на самокатах кататься. У Насти у них два самоката и она значит мне такая видео шлет, фотографии шлет, как им здорово. Но они вышли, я не знаю, может, может, минут 10 или 15 покатались и начинается ливень. Ну, знаете, такой вот резко начался, такое аж ветки срывало. И огромные вот эти капли и резко так же прекратился на минут через 10. Вот я им такая, давай пишу, бегите быстрее домой. Они только домой добежали и дождь прекратился. И они дальше пошли гулять. Значит, по поводу переезда. Все же сами таскали. И вот это у меня спину как прихватило. Я вот сколько раз уже тоже убеждаюсь, что лучше заплатить, чтобы тебе помогли, да, это сделать, чем потом вот так вот мучиться. Ну и я же, значит, утром проснулась и меня полежало на этом аппарате. И он знатно облегчает боль. Потом я, Роме, говорю, возьми его с собой, потому что где-то что-то в машине, и я тоже начинает болеть. И я, хоп, делаю себе процедуру. Приехали туда к Насте, и там тоже у брата, что-то спина болит. Я говорю, Ром, давай сбегай, у нас же лежит он в машине. Пускай сделает. Ну, он вышел такой. Ну, он такой как-то так. Это что за ерунда? Да, он как-то серьезно вообще не воспринял. Он такой полежал 20 минут, потом выходит, мне, говорит, реально стало легче. Ну, фиг знает. Ну, может, нет аппарата, но мне стало легче. Я говорю, да нет, мне тоже легче становится. Я прям могу заснуть и могу двигаться хоть как-то с этим аппаратом. Вот, поэтому, если он тоже такие есть проблемы, ну, у него там целый спектр. Но помогает он только если им пользоваться. Если не пользоваться, то нифига не помогает, да? Это, наверное, не один так аппарат. Вот, потом тоже насчет мебели. Мы приехали-то в Леновом Мерлен. Я думала, что там ты приезжаешь, и тебе тут же проект составляют. А они такие, нет, вы что, по записи-то через столько-то дней. Мы записались, потом приехали в этот день. Я говорю, ну, что нам потом это еще ждать доставку, когда это все привезут. Поэтому давай-ка мы будем заказывать. Решила я вот как выйти из положения, кухню заказывать модулями, но модулями, которые ты сам составляешь как лего. И решила, я вообще хочу буквой Г сделать кухню, одну стену прямо до потолка полностью поставить. С другой стороны, вот там будет, ну, как обычно, да, раковина, посудомойка и как бы шкафчики. Там, на самом деле, замерили, там небольшая-то стена, 3,52, что ли. Я сначала хотела заказать на, ну, не заказать, а съездить, купить, и был кухню с авито. Такая, думаю, ну, временно как бы это. Потом ловлюсь я на мысли, то, что не бывает ничего такого постоянного, как временное. Думаю, нет, лучше буду покупать вот кухню. Куплю сейчас, вот есть на сколько, да, денег. Вот, куплю сейчас пока только низ на одну стену. Мойку, ну, вот в этом Леруа, Мерлен, правильно, так, наверное, звучит, говорится. Там заказала шкафчики, посудомойку у них там на сайте. И самое, что интересное, что шкафчики нам поставили на быстро, да, ну, что вот-вот, грубо говоря, там доставят, да. А мойку не получилось заказать. Мойку Рома нашел на озоне. Но, а, и плиту мы еще там тоже заказали индукционную. Я не стала заказывать плиту четырехкомфорочную. Заказали мы двухкомфорочную. Ну, она такая вот горизонтальная. Потому что, как бы там ни было, у нас большая семья, но я готовлю постоянно только на двухкомфорках. Я никогда не готовила на четырехкомфорках. Поэтому, я думаю, зачем нам четырехкомфорочная плита, если все равно готовишь на двух. И вот мы приняли решение, что, да, будем покупать вот двухкомфорочную. Там она была, мы когда были в магазине, она как образец была. И мы такие посмотрели, потестили, я вроде неплохая. Но, я думаю, что мы сделали вот на сайте заказ. И меня, конечно, больше всего убило то, что нам доставку столешники поставили аж на конец июля, на 31 июля. И привезут шкафчики, а толку-то, ну, соберешь ты их. А без столешницы, ну, как, ни раковины не поставить, ни плиту не поставить. Я сначала такая думала, думаю, ну, все, уже как бы заказали там. Получается, что заказали восьмидесятку шкафчик, там, где будет храниться посуда. И вот это вот металлическая для посуды, да, сушка для посуды. Потом шкафчик шестидесятый для этой, для мойки, для раковины. Раковину, ну, мойка, да, она правильно называется. Мойку я хотела квадратную, потому что у нас дома круглая. И это мега неудобно мыть эти... Из духовки, как они называются, в духовке там и противень, противень, вообще неудобно мыть. Поэтому и арома квадратную. Ну, у меня еще квадратной никогда не было, хочу попробовать. И арома тоже на зоне измельчитель заказала. Ну, это еще ничего не получили, ничего еще не видели, как, что было еще неизвестно. Ну, соответственно, что столешница пройдет в конце июля, поэтому пока, пока. Заказали мы еще холодильник. Мы сначала смотрели холодильник. Естественно, как это все берется, берется это все в кредит. И мы сначала выбрали холодильник, я говорю, большой такой, какой-то двухстворочный. И мне понравилось, что там есть генератор льда. Мы вот-таки посмотрели все. Потом нам позвонили. Там даже кредит был одобрен, все, уже заявка одобрена. Позвонили мне сотрудники, говорят, что, мол, ну, его нельзя, что-то там, короче, его нельзя оформить. Кормите в кредит, только там придите за наличку. Я говорю, ну, ладно, нет, так нет. И мы пошли, зашли в другой интернет-магазин. И нашли по акции у них холодильник, канди, что он стоил то ли 44, то ли 47 он стоил. А мы его заказали ром за 32 и 34. Ну, там плюс доставка, плюс подъем на этаж. Ну, и там, короче, нормально, прилично выходит за то, что тут 10 этаж. Это все накручивают. И разные сайты, и по 3000. Это только за подъем в квартиру считают. Вот, заказали холодильник, вот это нам все должны будут привезти. И чем мы еще? Стиралку. Вот. Ну, это все будет уже, я не знаю, ближе к концу июля. Поэтому будем ставить. Я с подругой разговаривала, с сестрой разговаривала, рассказывала уже, как мы эту кухню будем собирать, что по модулям. И говорю, ну, потом деньги появятся, и эту купим модуль, и эту докупим модуль. Она, значит, такая, а что так можно? Я говорю, почему нет-то? Она говорит, я что-то даже раньше об этом и не задумывалась, что так можно. Я говорю, ну, как? Как по-другому? Ну, вот сразу нам посчитали, вот мы сели, да, когда начали считать, я говорю, сколько кухни выйдет, полмиллиона. Вот мы вот так прикидывали, да, у них же там тоже стоят эти выставочные образцы, я говорю, выйдет вообще прилично. Вот. Я сначала говорю, мы же вот это записались на проектирование. Думаю, нет. Ну, зачем уже закупили низ? Потом думаю, нет. А сходим-ка мы всё-таки на эту запись, чтобы нам визуализацию сделали, как эта кухня будет выглядеть. Посмотрим по этому, по метражу, какой шкафчик, что поставить. Ну, и чтобы потом уже понимать, какой шкафчик надо купать. Вот. Так что вот такая вот история. Сегодня я говорю, со спиной промучилась, особо ничего не снимала. Такой сегодня влог, наверное, не очень интересно получился. Но я вам очень благодарна за то, что вы досмотрели до конца. Я вас обнимаю, целую. И на этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok